assalamu alaikum здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по курану и сегодня мы с вами инша аллах пройдем суру аль мульк с 27 по 30 аят то есть до конца каждый аят буду читать как всегда объяснять какие правила содержатся в каждом из этих аятов потом каждый из этих аятов по три раза прочитаю и в самом конце один раз это же аят и прочитаю инша аллах прежде чем начать наш урок я бы хотел попросить всех вас поставить лайк под этим видео и заранее всем спасибо ауазу биллахи мина الشейтонирро джим бисмиллахи ррохмани ррохим бисмиллахиstart воевнение бисмиллахи Субтитры создавал DimaTorzok Далее сайт-буква Mim она удваивается Ее надо произносить удерживая Фатху тянем два раза За счет алифа без огласовок И получается Далее сайт-буква Ro с Фатхой Далее сайт-буква Алиф с Хамзой и Фатхой Фатху произносим как мягкий звук То есть Ro-A Далее сайт-буква Вау с Сукуном Ro-Aу Далее сайт-буква Ха она мягкая На выдохе произносится с Дамой Даму не тянем и идем дальше Ro-Aу Зул Фатан Далее сайт-буква За с Дамой Зу Далее сайт-буква Лам с Фатхой Буква Лам произносится мягко Зул Однако, когда Буква Лам с Сукуном произносим Язык тут же не убираем Чтобы не было Зул Зул Фатан Не Зул Фатан А Зул Фатан Зул Фатан Далее сайт-буква Фа с Фатхой Зул Фа Далее сайт-буква Тамарбуто с Танвином Фатха То есть Зул Фатан По идее Но Края Танвина неровные Это уже говорит о том, что здесь Зул Фатан Никак не может быть То есть нельзя здесь произносить Танвин четко Смотрим на следующую букву Это буква Син Здесь правило Ихфа Это означает, что Танвин нужно произносить скрыто, удерживая через нос То есть вот так Зул Фатан Си Ат Далее сайт-буква Син с Касрой Си Теперь здесь волнистый знак над буквой Я Говорит о том, что Касру надо тянуть дольше обычного Обычно Если мы тянем два раза Тут надо тянуть четыре раза Почему? Потому что в одном слове Си Ат Это одно слово Мы видим, что после буквы Я Без огласовок Вот буква Я Стоит Хамза Это правило Поэтому Касру тянем строго четыре раза Не меньше И читаем следующим образом Си Ат Теперь дали сайт Хамза Там, где мы видели Хамзу, произносим огласовку Здесь Фатху произносим То есть Си Ат Вот так будет Дали сайт-буква Та С Сукуном Си Ат Прошу прощения Дали сайт-буква Вау с даммой Ву Дали сайт-буква Джим с даммой Даму тянем два раза За счет-буквей Вау без огласовок Это мат-таби-и Получается Ву-джу Ву-джу Дали сайт-буква Ха Она мягкая на выдохе произносится с даммой Ву-джу-ху Теперь переходим к следующему слову При переходе минуем алиф Алиф не надо читать сверху Пасказ-кэс Буква Лам удваивается Фатха приобретает оттенок Я Получается Ву-джу-ху-л-ла Ву-джу-ху-л-ла Дали сайт-буква Дал Она межзубная Ее надо правильно произносить Касру тянем два раза За счет-буквей Я Без огласовок Это мат-таби-и И получается Ву-джу-ху-л-л-л-зи Дали сайт-буква Нунс-фатха И Фатху не тянем И идем дальше Ву-джу-ху-л-л-л-л-л-л-зи-на-кафа-ру Дали сайт-буква Каф Она мягкая С Фатхой Фатху надо произносить Немножко с оттенком Я То есть Ка Ка Дали сайт-буква Фа С Фатхой Ка-фа Дали сайт-буква Ра С Даммой Дамму тянем два раза За счет-буквей Я Без огласовок Это мат-таби-и Сама буква Ра Произносится твердо На Алиф не обращаем внимания Если над буквой Алиф Вы увидели этот значок Это не означает Что здесь Сукун Это не Сукун Сукун у нас ставится Вот таким образом Этот значок означает Что буква Алиф Она нужна только для правописания На произношение не влияет Поэтому здесь читаем Ка-фа-ру-ва-ки-ла Ка-фа-ру-ва-ки-ла Как я уже сказал Буква Ра произносится твердо Дамму тянем два раза За счет-буквей Ва Без огласовок Это мат-таби-и На Алиф не обращаем внимания Ка-фа-ру-ва-ки-ла Далее сайт-буква Ва С фатхой Ва Далее сайт-буква Ков С касрой Касру тянем два раза За счет-буквей Я Без огласовок Это мат-таби-и И получается Далее сайт-буква Лам С фатхой Фатха приобретает оттенок Я То есть Ва-ки-ла Ва-ки-ла Здесь касру тянем два раза Как я уже сказал Это мат-таби-и Ва-ки-ла Ха-да-л-ады Теперь дали сайт-буква Ха Она мягкая на выдохе Произносится с фатхой Фатху тянем два раза За счет подсказки Прямой палочки Это мат-таби-и Получается Ха-а Ха-а Дали сайт-буква Далее она межзубная Ее надо правильно Произносить с фатхой Теперь Если бы мы Не перешли К следующему слову Тогда фатху Надо было тянуть За счет алифа Без огласовок И было бы мат-таби-и То есть Ха-да-а Но так как мы Переходим к следующему слову Здесь фатху Которую над буквой Дал Не тянем Соответственно Здесь мат-да Не будет Ха-да-л-ады Теперь при переходе К следующему слову Минуем алиф Алиф не надо Читать сверху Подсказки Буква Удваивается Фатха Приобретает Оттенок Я Получается Ха-да-л-ла Далее сайт-буква Дал Она межзубная Ее надо правильно Произносить Касру Тянем Два раза За счет буки Я Без огласовок Это мат-таби-и Получается Ха-да-л-ла-ди Далее сайт-буква Каф Она мягкая Сда-май Ку Ку Далее сайт-буква Нун Здесь должен быть Су-кун Но су-кун Убрали Тем самым Дают подсказку Что букву Нун Не надо произносить Четко То есть здесь Не может быть Кун-тум Смотрим на следующую букву Это букву Та Это правило Их-фа Значит Это означает Что букву Нун Надо произносить Скрыто Удерживая Через нос То есть вот так Кун-тум Далее сайт-буква Та Мягкая Сда-май Кун-ту Далее сайт-буква Мим Теперь Здесь по идее Тоже должен быть Су-кун Над буквой Мим Но су-кун Убрали Тем самым Дают подсказку Что здесь Не может быть Кун-тум Смотрим на следующую букву Это буква Ба Это означает Что букву Мим Надо произносить Надо читать Скрыто Удерживая Через нос То есть вот так Кун-тум Би-хи Это правило Их-фа Шафауя Кун-тум Би-хи Здесь вот Здесь Их-фа Вот где Нун Су-кун А здесь Где Мим Су-кун И Ба Здесь Их-фа Шафауя Кун-тум Би-хи Здесь Далее сайт-буква Ба С касрой Би Далее сайт-буква Ха Она мягкая На выдохе Произносится Касру Тянем 2 раза За счет Вот этого Значка За счет Подсказки Касру Тянем 2 раза Это Получается Би-хи Далее сайт-буква Та мягкая С фатхой Та Далее сайт-буква Далее она Удваивается С фатхой Тадда Тадда Далее сайт-буква Айн Гартанная С даммой Дамму Произносим Как гортанный Зук У И в случае Остановки В конце Аята Дамму Мы имеем Право Тянуть 4 раза Будет Мад Ари То есть Тадда Рун Тадда Рун Но если вы решили не останавливаться в конце аята Тогда вы дамму тянете только 2 раза За счет буквы Би-хи Без огласов Будет Мад Таби-и Тут буквы Нун с фатхой Произносите Фатху Не тянете И идет И дальше То есть Тадда Рун Кул Ара И так далее Но лучше останавливаться и читать Тадда Рун При остановке Имейте ввиду Что фатха исчезает Появляется сукун Тадда Рун Теперь 28 аят Здесь Вперед забегая Хочу сказать Что здесь Остановки нет Посередине аята Аят не совсем Короткий Маленький Поэтому По максимуму Набираем воздуха Чтобы его нам хватило До конца аята Кул Ара Айтум Ин Ахлак Ни Аллах Уа Мам Ма Ария Ау Рахим На Фамай Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ка Ка Фирина Мин Азаб Али Им Прошу прощения Аят Начинается На букву Твердая С даммой Ку Ку Далее Садбук Лям Ана Мягкая С суконом Куль Куль Когда Букв Лям С суконом Произносим Язык Тут же Не убираем Чтобы не было Куля Не куля Надо Куль Читать Куль Далее Садбук Алиф С хамзой И фатхой Фатхой Произносим Как мягкий Зук А Далее Садбук Ра С фатхой Буква Произносится Твердо Фатха Приобретает Оттенок О Далее Садбук Не буква Точнее Далее Садбук Хамзой С фатхой Здесь Фатху Произносим Как мягкий Зук А Потому что Там Где Мы Видим Хамзу Произносим Просто Голосовку Получается Куль А Ро А А Ро А А Ро А Далее Садбук Я Суконом А Ро Ай Далее Наличие Сукона Над буквой Мим Говорит О том Что Буква Мим Надо Произносить Четко Смотрим На следующую Букву Это Буква Али С Хамзой Это Изгар Шафа Уя Вот здесь Тоже Мим Стояло Здесь Тоже Буква Мим Должна Быть По идее Суконом Но Сукон Убрали Тем самым Дали Подсказку Что Букву Мим Не надо Было Произносить Четко Здесь Мы Читали Поэтому Я Сказал Здесь Ихфа Шафа Уя Это Зависит От Следующей Буквы Здесь Следующая Буква Это Буква Ба А тут Следующая Буква Я имею После Мим Это Али С Хамзой Это Изгар Шафа Уя Поэтому Наличие Сукона Над Буквой Мим Уже Говорит О том Что Букву Мим Вы Должны Произносить Четко Поэтому Читаем Следующим Образом Аро Ай Тум Ин Далее Сайт Буква Алиф С Хамзой И Касрой Касру Произносим Как Мягкий Зук И Далее Сайт Буква Нун Суконом Наличие Сукона Над Буквой Нун Говорит О том Что Букву Нун Надо Произносить Четко Смотрим На Следующую Букву Это Буква Алиф С Хамзой Это Правило Изхар А здесь Вот здесь Когда я говорил Ихфа Здесь тоже Буква Нун По идее Должна быть Суконом Эта буква Должна быть Суконом Но Сукон Убрали Тем самым Дали Подсказку Что Букву Нун Не надо Читать Четко Не надо Произносить Четко Здесь Ихфа Было Потому что После Буквы Нун Суконом Стоит Буква Та А тут После Буквы Нун Суконом Стоит Буква Алиф С Хамзой Поэтому Здесь Мы читали Кун Тун А тут Надо Читать Ин Ах Лак Нил То есть Произносим Четко Как Есть Это Правило Изхар Еще раз Хочу Скать Дали Буква Алиф С Хамзой И Фатха И Фатха Произносим Как Мягкий Зук А Дали Буква Ха Она Мягкая На выдохе Произносится Суконом Получается Ах Ах Дали Буква Лам С Фатха И Фатха Приобретает Оттенок Я То есть Ах Ла Ах Ла Дали Буква Кав С Фатха И Фатха Приобретает Легкий Оттенок Я То есть Ах Ла Ка Ах Ла Ка Дали Стоит Буква Нун С Касрой Вот Это Это Буква Нун Вот Эта Часть Одна Точка Наверху Это Отсюда Вот Это Буква Я С Фатхой Если Быстро Читать Теперь при переходе минуем алиф, алиф не надо читать, сверху подсказка есть. Буква лам здесь в слове Аллах удваивается, букву лам произносим твердо, фатху тянем два раза, это маттаби'и. Далее сайт буква ха, она мягкая на выдых произносится, даму не тянем и идем дальше. То есть ах ла ка ни аллаху, 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 ва ма 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 я. Далее сайт буква ва сфатхай, ва. Далее сайт буква мим сфатхай, ма. Далее сайт буква нун, здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. То есть здесь не может быть ман. Смотрим на следующую букву, это буква мим. Это идгам сгунной. Здесь правило идгам сгунной. Это означает, что буква нун сливается с буквой мим, поэтому буква мим, она удваивается, и ее надо читать удерживая. То есть ва ма ма я. Буква нун превращается в букву мим. Ва ма ма я. Далее сайт буква айн, гортанная с касрой. Касрой произносим как гортанный язык уй. Ва ма ма я. Далее сайт буква я сфатхай. Здесь фатху не тянем и идем дальше. Ва ма ма я ау. Ва ма ма я ау. Ра химана. Далее сайт буква алиф с хамзой и фатхой. И фатху произносим как мы язык а. Далее сайт буква ва с сакуном. Ау. Ау. Ра химана. Далее сайт буква ра с фатхой. Буква ра произносится твердо. Фатха приобретает оттенок о. Ра. Ра. Далее сайт буква ха. Гартанная с касрой. Получается ра хи. Ра хи. Далее сайт буква мим с фатхой. Ра хима. Далее сайт буква нун с фатхой. Фатху тянем два раза за счет алифа без огласовки. Получается ау. Ра химана. Далее сайт буква фа с фатхой. Фа. Далее сайт буква мим с фатхой. Ма. Фа ма. Далее сайт буква нун. Здесь должен быть сукун, но сукун убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква я. Вот эта часть, вот верхняя часть, вот эта и вот две точки сюда относятся. Это буква я. Это правило идгам с гунной. Это означает, что буква нун превращается в букву я. И букву я надо читать удерживая. То есть вот так. Фа ма. Ю. Джи. Рул. Фа ма. Ю. Джи. Рул. Теперь после буква я с даммой. Ю. Стоит буква джим с кастрой. Кастру тянем два раза за счет буква я без огласовки. Та ма. Тоби. Ю. Джи. Ю. Джи. Далее сайт буква ра с даммой. Буква ра произносится твердо. Фа ма. Ю. Джи. Рул. Ка. Фирина. Теперь при переходе к следующему слову. Минуем олив. Олив не надо читать. Сверху подсказка есть. Буква лам здесь произносится. Так как на дне есть сукун. Это говорит о том, что следующая буква. В данный момент буква ка. На лунная буква. Теперь когда букву лам с сукуном произносим. Язык тут же не надо убирать. Чтобы не было ю. Джи. Рул. Не ю. Джи. Рул. А надо ю. Джи. Рул. Ка. Фирина. Далее сайт буква ка с фатхой. Фатху здесь тянем. Фатха приобретает легкий оттенок я. Плюс фатху тянем два раза за счет подсказки. Примой палочки. Это ма. Тоби. Получается. Ка. Ка. Далее сайт буква фа с ка. Срой. Ка. Фи. Далее сайт буква ра с ка. Срой. Буква ра произносится мягко. Ка. Срой тянем два раза за счет буква я без огласовки. Это ма. Тоби. И получается. Ю. Джи. Рул. Ка. Фирина. Теперь здесь буква нон с фатхой. Фатху не тянем. И идем дальше. Ю. Джи. Рул. Ка. Фирина. Мин. Далее сайт буква мим с ка. Срой. Ми. Далее сайт буква нон с сакуном. Наличие сакуна над буквой нон. Говорит о том, что букву нон надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква айн. Это правило изгар. Получается. Надо читать следующим образом. Мин. Азабин. Мин. Азабин. Далее сайт буква айн с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. 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 Далее сайт буква дзал. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. Фатху тянем два раза за счет буквы алиф без огласов. Это матоби. Получается. А. 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 Далее сайт буква ба с танвином касра. А. А. Бин. Края танвина ровные. Это уже говорит о том, что танвин надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это правило изгар. Получается. Надо читать следующим образом. А. А. Бин. А. А. Ли. Им. Далее сайт буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук а. Далее сайт буква лам с касрой. И в случае остановки в конце аята. Касру мы имеем право тянуть четыре раза. И здесь у буквы мим. Исчезнет танвин касра. И появится сукун. Это будет мадарид. Получается. А. Ли. Им. А. Ли. Им. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы касру тянете только два раза. За счет буквы я без огласовок будет ма-тоби-и. Здесь края танвина неровные. Это уже говорит о том, что алимин никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква каф. Здесь правило ихфа. Это говорит о том, что Танвин надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. И так далее. Но лучше останавливаться и читать Али. Теперь следующий аят. 29-й. Он же предпоследний. Здесь вперед забегая, хочу сказать, что в середине аята будет остановка. Я остановлюсь, иншалла, и продолжу дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Аят начинается на букву КАВ твердой с даммой. КУ. Дальше это буква ЛАМ с СУКУНОМ. КУЛ. Когда букву ЛАМ с СУКУНОМ произносим, язык тут же не убираем. Чтобы не было КУЛА, ХУА. Не КУЛА. А надо КУЛ. Без призвука. КУЛ. Вот так надо произносить. КУЛ. Дальше это буква ХА. Она мягкая на выдохе произносится с даммой. ХУ. Дальше это буква ВАУ с ФАТХАЙ. ХУ. Теперь при переходе к следующему слову, минуем ОЛИФ. ОЛИФ не надо читать, сверху подсказка есть. Здесь буква ЛАМ не произносится, над ней не стоит СУКУН. Это говорит о том, что следующая буква, в данный момент буква РО, она твердая, она солнечная буква. Буква РО произносится твердо. Буква РО удваивается за счет того, что здесь букву ЛАМ мы не прочитали. И здесь ФАТХА приобретает оттенок О. Получается. Дальше это буква ХА. Гартанная СУКУН. Дальше это буква МИМ с ФАТХАЙ. ФАТХА тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это МАТ ТОБИИ. Дальше это буква НУНС. ДАММАЙ. ДАМУ НЕ тянем и идем дальше. РОХМАНУ АМАННА. Далее стоит ХАМЗА. Здесь ФАТХА тянем. ФАТХА произносим как мягкий звук А. И эту же ФАТХА тянем два раза за счет АЛИФА без огласовок. Это МАТ ТОБИИ. И получается ААА. ААА. Далее стоит буква МИМ с ФАТХАЙ. АААМА. Далее стоит буква НУНС. Она удваивается. Ее надо читать удерживая. ФАТХА тянем два раза за счет АЛИФА без огласовок. Это МАТ ТОБИИИ. И получается АААМАННА. АААМАННА. Далее стоит буква БА с КАСРАЙ. Далее стоит буква ХА на мягкой на выдохе произносится с КАСРАЙ. КАСРУ тянем два раза за счет этого значка. Это МАТ ТОБИИИ. И получается ААМАННА. БИХИ. 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 Здесь МАТ ТОБИИИ. Как я уже сказал. Далее стоит буква ВАВ с ФАТХАЙ. ВА. Далее стоит буква АЙН. ГАРТАННАЯ с ФАТХАЙ. ФАТХУ произносим как ГАРТАН. ИЗУК АА. АА. Далее стоит буква ЛАМ с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок Я. То есть АЛЯ. АЛЯ. Далее стоит буква Я с СУКУНАМ. АЛЕЙ. АЛЕЙ. Далее стоит буква ХА. Она мягкая на выдохе произносится с КАСРАЙ. КАСРУ НЕ ТЯНИМ. ИДЮМ ДАЛЬШЕ. АЛЕЙ. ХИТА ВАК КАЛНА. АЛЕЙ. ХИТА ВАК КАЛНА. Далее стоит. Прошу, прошу. Далее стоит буква ТАМ ЯХКЕЙ с ФАТХАЙ. ТА. Далее стоит буква ВАВ с ФАТХАЙ. ТА ВА. Далее стоит буква КАФ. Она мягкая и удваивается. ФАТХА приобретает легкий оттенок Я. То есть ТАВАК КА. ТАВАК КА. Далее стоит буква ЛАМ СУКУНАМ. ТАВАК КАЛЬ. ТАВАК КАЛЬ. Когда буква ЛАМ СУКУНАМ произносим, язык тут же не убираем. Чтобы не было ТАВАК КАЛА. Не ТАВАК КАЛАНА. А надо ТАВАК КАЛЬНА. Далее стоит буква НУН с ФАТХАЙ. Здесь я хочу сказать, вне зависимости от того, вы остановитесь тут или не остановитесь, ФАТХУ в любом случае надо произносить и тянуть два раза за счет Алифа без огласовок. В любом случае будет МАТТОБИИ. То есть если вы остановились, если вы решили останавливаться, тогда вы должны читать следующим образом. ТАВАК КАЛЬ НА ПАУЗУ делайте, потом ФАТХАТА АЛЕМУНА и так далее. ФАТХУ тянете два раза, как я уже сказал, за счет Алифа без огласовок. Это МАТТОБИИ. Теперь если вы решили не останавливаться, все равно ФАТХУ тянете два раза за счет Алифа без огласовок, БУДИН МАТТОБИИ. Тут паузу не делаете, не делаете паузу и идете дальше. То есть ТАВАК КАЛЬ НА ПАСАТА АЛЕМУНА и так далее. Но лучше останавливаться, тем более нам, новичкам я имею ввиду. Далее сайт-буква ФА с ФАТХАЙ, ФА. Далее сайт-буква СИН с ФАТХАЙ, ФАСА. Далее сайт-буква ТА с ФАТХАЙ, ФАСАТА. Далее сайт-буква АЙН, ГАРТАННОЯ СУКУНА. Здесь АЙН произносится следующим образом. ФАСАТАА. ФАСАТАА. Далее сайт-буква ЛАМ с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок Я. То есть ФАСАТААЛЛА. ФАСАТААЛЛА. Далее сайт-буква МИМ с ДАМАЙ. ДАМУ тянем два раза за счет буки ВАУ без голосовок. И получается ФАСАТААЛЛАМУ. ФАСАТААЛЛАМУ. Далее сайт-буква НУН с ФАТХАЙ. И в ФАТХУ НЕ тянем и идем дальше. ФАСАТААЛЛАМУ НА МАН. Далее сайт-буква МИМ с ФАТХАЙ МА. Далее сайт-буква НУН с СУКУНом. Наличие СУКУНа над буквой НУН уже говорит о том, что букву НУН надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква ХА, это правило ИЗХАР. Соответственно, букву НУН читаем четко и следующим образом. МАН-ХУА. МАН-ХУА. Далее сайт-буква ХА, она мягкая на выдохе произносится с ДАММАЙ. ХУ. ХУ. Далее сайт-буква ВАУ с ФАТХАЙ. ФАТХУ НЕ тянем и идем дальше. ХУ-ВА-ФИ. Далее сайт-буква ФА с КАСРАЙ. КАСРУ тянем два раза за счет буки Я без голосовок. Это МАТ-ТОБИИ, получается ФИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Доля. Доля. Далее сайт буква лям с танвином касра. То есть, по идее, доля лин здесь должно быть. Но края танвина неровные. Это уже говорит о том, что здесь доля лин никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква мим. Это правило идгам с гунной. То есть, звук н в танвине превращается в букву мим. За счет этого буква мим удваивается. Ее надо читать, удерживая. Это идгам с гунной, как я уже сказал. Получается доля лин мубин. Не доля лин, а доля лин мубин. Теперь после удвоенной буквы мим стоит буква ба с касрой. В случае остановки в конце аята. Касру мы имеем право тянуть 4 раза. И когда мы остановимся, у буквы нун танвин касра. Прошу прощения. Танвин касра исчезнет. И здесь появится сукун. И получается мубин. Вот так. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы касру тянете только 2 раза. За счет буквы я без огласовок. Это маттаби'и. Тут мы видим, что края танвина неровные. И поэтому уже это говорит о том, что мубин нин никак не может быть. Мы смотрим на следующую букву. Это буква ков. Это ихфа. Как вот в этом случае. Здесь али мин куль мы читали. Ихфа. Было бы, если бы мы не остановились. Здесь то же самое. Если вы решили не останавливаться, тогда надо читать следующим образом. Но лучше останавливаться и читать мубин. И 30-й, он же последний аят. Кул, а раэйтум ин асбах мааукум гаурун фа мэн ятикум бима иммаин. Аят начинается на букву ков с даммой. Ку. Далее стоит буква лам с суконом. Куль. Куль. Когда букву лам с суконом произносим, язык тут же не убираем. Чтобы не было кула. Не кула, а надо куль. Куль. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. И фатху произносим, как мягкий звук а. Далее стоит буква ра с фатхой. Буква ра произносится твердо. Фатха приобретает оттенок о. То есть а-ро, а-ро. Далее стоит хамза с фатхой. И фатху произносим, как мягкий звук а. А-ро-а. Далее стоит буква я с суконом. А-ро-ай. Далее стоит буква таз с даммой. А-ро-ай-ту. Далее стоит буква мим с суконом. Наличие сукона над буквой мим. Уже говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это правило из хар-шафауя. Надо читать следующим образом. А-ро-ай-тум-ин. Далее стоит буква алиф с хамзой и касрой. Касру произносим, как мягкий звук и. Далее стоит буква нун с суконом. Наличие сукона над буквой нун уже говорит о том, что букву нун надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква алиф с хамзой. Это правило из хар. Получается, букву нун надо читать четко, ясно и произносить следующим образом. Ин ас баха. Далее стоит буква алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим, как мягкий звук а. Далее стоит буква сады с сукуном. Получается ас. Буква сады произносится твердо. Ас. Ас. Далее стоит буква ба с фатхой. Ас ба. Ас ба. Далее стоит буква ха гортанная с фатхой. Фатху не тянем и идем дальше. Ас ба ха ма укум. Ас ба ха ма укум. Теперь далее стоит буква мим с фатхой. Здесь ма укум это одно слово. В одном слове после алифа стоит хамза. Это мадамут тасил. Поэтому волнистый знак говорит о том, что фатху, который над буквой мим, надо тянуть дольше обычного. Обычно если мы тянем два раза, тут надо тянуть четыре раза. Это строго, не меньше. И надо читать следующим образом. Ма укум. Теперь здесь. Там где мы видим хамзу, как я всегда говорю, произносим огласовку. Соответственно буква она не читается. Здесь не надо читать ма укум. Не ву, вау, уже не произносим. Произносим только огласовку. Прошу прощения. Ма укум. Ма укум. Дальше стоит буква каф с даммой. Ма уку. Дальше стоит буква мим с суконом. Наличие сукона над буквой мим говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква гаин. Это правило из харшавуя. Получается ма укум гауран. Вот так надо читать. Далее стоит буква гаин. Она твердая из фатха. И фатха приобретает оттенок о. То есть га. Далее стоит буква вау с суконом. Гау. Гау. Далее стоит буква ра с танвином фатха. То есть по идее здесь должен быть гауран. Но края танвина неровные. Это уже говорит о том, что гауран никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква фа. Это правило их фа. Это означает, что танвин надо произносить скрыто, удерживая через нос. Сама буква ро здесь произносится твердо. Здесь фатха с оттенком о произносим. То есть гауран фа май. Не гауран, а гауран фа май. Далее стоит буква фа с фатхай. Фа. Далее стоит буква мим с фатхай. Фа ма. Далее стоит буква нун. Здесь должен быть сукон. Но сукон убрали. Тем самым дают подсказку, что букву нун не надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква я. Это правило идгам с гунной. Это означает, что буква нун превращается в букву я. И букву я надо произносить удерживая. То есть вот так. Фа май. Далее стоит буква я с фатхай. Далее стоит хамза с суконом. То есть алив с хамзой и с суконом. Здесь получается я. Надо произносить следующим образом. Я. Я. Ти. Я. Ти. Далее стоит буква та с касрой. Касрой тянем два раза за счет буквы я без огласовки. Там оттаби. Получается я. Ти. Далее стоит буква ка. Кав с даммой. Я. Ти. Ку. Далее стоит буква мим. Здесь должен быть сукон. Но сукон убрали. Тем самым дают подсказку, что букву мим не надо произносить четко. Вот здесь над буквой мим стоял сукон. Поэтому мы произнесли ма. У. Кум. Еще это, конечно, зависит от следующей буквы. Следующая буква здесь буква гайн. А здесь следующая буква. Буква ба. Это их фа ша фа уя. Это говорит о том, что букву мим здесь надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Я. Ти. Кун. Бима им. Вот так. Далее стоит буква ба с касрой. Би. Далее стоит буква мим с фатхой. Бима им. Это одно слово. В одном слове мы видим, что после алифа без огласовок стоит хамза. Это мада муттасыль. Поэтому волнистый знак говорит о том, что фатху надо тянуть дольше обычного. Обычно, если мы тянем два раза, тут надо тянуть четыре раза. Это строго. То есть не меньше четырех раз надо тянуть. И читать следующим образом. Бима им. Бима им. Теперь здесь хамза. Там, где мы видим хамзу, произносим огласовку. То есть, по идее, здесь должен быть ма-би-ма-ин. Но края танвина неровные. Это уже говорит о том, что здесь бима-ин никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква мим. Это правило идрам с гунной. Это говорит о том, что звук инфтанвины превращается в букву мим. За счет этого буквы мим она удваивается. Ее надо читать удерживая. То есть, вот так. Бима им. Теперь после удвоенной буквы мим стоит буква айн гартанная. Касру здесь произносим как гартанный звук. И в случае остановки касру мы имеем право тянуть четыре раза. Будет ма-да-арин. И здесь у буквы нун исчезает огласовка и появляется сукун. То есть, бима имма-ин. Но если вы решили не останавливаться, тогда вы касру тянете только два раза. За счет буквы я без огласовок. Будет ма-да-би-и. И здесь надо учитывать следующий момент. Здесь, по идее, ма-и-нин должно быть. То есть, тянвин касра. Две касры здесь должно быть. Но одну касру убрали и поставили букву мим. Что это значит? Если вы решили продолжить, тогда надо следующую ссуру начинать словами бисмилляхи рахман рахим. Учитывая то, что после танвина касры, то есть, после ин стоит буква ба, это ихфа. В таком случае звук н превращается в букву мим. Поэтому они оставили одну касру и поставили букву мим. Это означает, что если вы решили продолжить, надо читать следующим образом. Ма-и-нин бисмилляхи рахман рахим. Не ма-и-нин будет, а звук н превратится в звук м. И букву м или звук м надо читать удерживая. Ма-и-нин бисмилляхи рахман рахим. Вот так. Но лучше останавливаться и читать ма-и-нин. Вот. Теперь, как я уже заранее анонсировал, каждый из этих аятов по три раза прочитаю, потом еще раз эти же аяты прочитаю. Инша-аллах. Бисмилляхи рахман рахим. Бисмилляхи рахман рахим. Бисмилляхи рахман рахим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь эти же аяты я один раз прочитаю, иншааллах. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Зульфатан сияет вوجуху лави на кафару. Ва ки лава лави кунтун би хитадда ру. Кул, а раэйтум ин ахлакания аллаху ва мамм мария ау рахимана фамай юджир ул кафирин амин а азабин алия. Кул, хуа ррахману ааманна би хи ва алейхи таваккална. Кул, а раэйтум ин асбаха ма. 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 С удовольствием вам отвечу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Расскажите, пожалуйста, про мой YouTube-канал всем своим друзьям, близким, родным. Всем доброго здоровья. До новых встреч. Ас-саляму алейкум.